Бип-бип, человеки. Сейчас я расскажу вам историю, которую мы, возможно, сможем увидеть в клёвом мультфильме «Зверополис 2». Короче, погнали. Ник и Джуди ехали почти целый день без остановки. Когда потемнело, они решили остановиться в одном захудалом отеле, чтобы отдохнуть и переночевать. «Я такая грязная. Мне нужно срочно принять душ», — сказала крольчиха, почёсывая затылок. «А может, я тогда к тебе присоединюсь, потру твою пушистую спинку и всё такое», — предложил рыжий лис. «Ты думаешь, что сейчас уместно этим заниматься?» — возразила морковка. «А почему бы и нет? Нам не мешало бы с тобой сбросить напряжение», — ответил Николас. «Может быть, другой возможности у нас уже не будет», — добавил он и грустно вздохнул. «Не переживай. Мы как-нибудь прорвёмся», — подбодрила его Джуди и улыбнулась. «Ладно. Пошли потрёшь мне спинку. Так уж и быть», — сказала крольчиха и поманила пальчиком своего рыжего парня. «Душевая кабинка была не очень большая, но наша пушистая парочка смогла туда втиснуться. Рыжий лис включил воду, потом взял шампун и намылил с ног до головы свою девушку, а потом и себя. После этого он взял мочалку и начал мочалить Джуди во всех местах. Она была вся в пене от ушей до хвоста. «Ты такая мокрая. Это меня очень сильно заводит», — признался Ник. «Я и сама вижу, что тебя это заводит», — ответила морковка, опустив взгляд вниз и посмотрев на рыжий болт своего парня. «Тогда пора приступать к делу», — сказал Николас и начал целовать свою подружку, которая напрыгнула на него и крепко вцепилась. «Наша пушистая парочка занималась любовью, как в последний раз. Они оба понимали, что в любой момент за ними могут прийти. После того, как Ник и Джуди хорошенько помылись и пожарились, рыжий лис отнес крольчиху на кровать. И там отжарил ее еще разок. После того, как они закончили, Николас обнял свою подружку и сказал. «Я очень сильно люблю тебя. Я никому не позволю разлучить нас». «Я это знаю. Мы живыми не сдадимся. Мы будем сражаться до последнего вздоха», — ответила крольчиха. «Ну ты уж палку не перегибай», — возразил рыжий лис. «Капитан Буйволсон все обязательно разрулит и поможет нам. Я в него верю», — добавил он. «Я знаю, мой милый лисик. Я это точно знаю», — сказала крольчиха спокойным голосом, а потом крепко уснула в объятиях своего парня. Ник тоже очень быстро уснул. День был тяжелый, поэтому они оба сильно храпели и сопели без задних лап. Проснувшись рано утром, они пошли в ближайшую кафешку, чтобы позавтракать. Подойдя к стойке, чтобы сделать заказ, они увидели, как по телевизору рассказывают о том, что объявляется чрезвычайная тревога. Разыскиваются двое очень опасных и вооруженных до зубов преступников. Это лис, Ник Уайлд и крольчиха Джуди Хоббс. Также показали фотографии наших пушистых героев. «Короче, надо сваливать», — предложил Николас. Потом взял свою подружку за руку и повел в машину. «Что нам теперь делать? Куда нам ехать?» Схлипнула морковка и чуть не заревела. «Не переживай, мы что-нибудь придумаем», — успокоил ее рыжий лис, погладив по плечу. «Нам нужно залечь в какой-нибудь дыре, там, где нет телевизоров и камер видеонаблюдения. Нам нельзя больше показываться на людях, иначе нам капец», — продолжил говорить он. «Тогда, может, мы поселимся в лесу и будем жить, как наши далекие предки», — предложила Джуди. «А это хорошая идея. Ты будешь питаться ягодами и грызть кору деревьев, а я охотиться на кроликов», — попытался пошутить Николас, чтобы разрядить обстановку. «Это сейчас вообще ни разу не смешно, глупый лис», — возразила крольчиха. «Ладно, тогда просто построим небольшой шалашик и будем там жить, пока все не утихнет», — уверенным голосом сказал рыжий лис. «Если нас все-таки там найдут, то решат, что мы сошли с ума», — добавил он, крутя пальцем у виска. «Ты опять шутишь?» — спросила Морковка, хотя и так знала ответ на свой вопрос. Продолжение следует. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok